Девочка-пай Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии RTN в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня мы будем говорить об очень актуальной теме, которую постоянно обсуждают средства массовой информации Америки на протяжении уже очень многих лет. Это проблема контроля за продажей огнестрельного оружия. У нас две крупнейшие политические партии в Америке – это демократическая и республиканская. И хотя есть определенный, как мы говорим, консенсус в обществе, в американском, как именно нужно относиться к проблеме контроля за продажей огнестрельного оружия, но крайности они не хотят никогда объединяться и договариваться. И наиболее радикальное левое крыло демократической партии считает, что нужно практически оставить максимум только пистолеты в Америке, разрешите то с большими-большими ограничениями. А очень крайне правое крыло республиканской партии считает, что все сегодня существующие законы по контролю над продажей огнестрельного оружия чересчур жесткие, и что их нужно очень серьезно ослабить. И никаких новых, не дай бог, законов, связанных с продажей огнестрельного оружия ни в коем случае не нужно принимать. На мой взгляд, это две крайности. Истина, как всегда, посередине. И сегодня именно об этом я хотел бы с вами поговорить. Тема продажи огнестрельного оружия снова оказалась в центре внимания средств массовой информации американской общественности и Конгресса США после недавней трагедии в городе Булдер, Колорадо, где была бойня в супермаркете, где зашел преступник и начал из своего полуавтоматического оружия расстреливать, убил 10 человек. И страшная трагедия, весь город в шоке. Не только город Булдер, не только штат Колорадо, но и вся Америка в шоке, потому что опять столько бессмысленных, ужасно, всяких оснований, каких бы то ни было жертв. И, кроме всего прочего, среди погибших любого человека. Жалко, конечно, есть люди, которые, ну, в общем, жалко нам все жертвы, конечно, этой бойни. Ну, больше всего говорят про полицейского Эрика Телли, потому что у него семеро детей, потому что его очень любили в этом городе, уважали, он защищал безопасность горожан. Он тоже в этот момент был в этом супермаркете, и его тоже убил преступник, и Эрика Телли с нами больше, к сожалению, нету. И показывает очень много, не столько жертвы этой бойни, сколько самого убийцу. Уже известно, что это Ал или Эл Исса, и говорят, что были у него мотивы, что он говорит, что над ним там насмехался кто-то. Он, кстати, родился в Америке, он мусульманин, родился здесь, в Америке. И многие сейчас говорят, что он, наверное, радикализировался, что он, может, что-то не то читал, не то смотрел. Он сам говорит, что над ним там насмехались. Что бы он ни говорил, факт остается фактом. Он зашел в супермаркеты без всяких на то оснований, убил ни в чем не повинных людей. Я вообще считаю это не просто бойней, а терактом, самым настоящим терактом. Потому что как еще объяснить вот такую бессмысленную бойню ни в чем не повинных людей? Это 100% был, на мой взгляд, теракт, и никакими другими объяснениями тут ничего, нету никаких оправданий. Но вы скажете, почему же сразу стали обсуждать продажи огнестрельного оружия? Почему сразу стали говорить про автоматы и полуавтоматы? Ну, во-первых, вот этот «Л-Исса» стрелял из полуавтоматического оружия. Во-вторых, до сегодняшнего дня, я не знаю, в курсе ли вы или нет, в Америке можно купить сегодня в некоторых штатах и в некоторых регионах оружие не только в специализированных магазинах, не только там, где все проверяют, не только там, где все лицензии в порядке, но и так называемых оружейных шоу, где выездные такие вот шоу, вот видите одно из них на своих экранах, где люди могут зайти, посмотреть, понравившееся выбрать себе оружие и его купить. В Америке сегодня свободно продаются не только пистолеты, не только охотничьи ружья, не только какие-то там дробовики, как мы говорим, да, но и автоматы, и полуавтоматы. И про это уже много говорят, особенно последние годы, когда были случаи бойни в школах, когда говорили, а как же получается, что в Америке можно свободно приобрести автоматическое или полуавтоматическое оружие? Но сегодня в Америке свободно продается автоматическое и полуавтоматическое оружие. Ну что значит свободно? Ну не так, как конфеты, конечно, но тем не менее, если человек не имеет криминального прошлого, если человек имеет свое удостоверение личности, и если он пришел, там, пришел, показал документы, там, три дня обычно проверка, иногда меньше бывает других, смотря в каком штате, по-разному, и он может купить автомат или полуавтомат, как был однажды с 19-летним подростком в штате Флорида, где тоже зашел и купил совершенно легально полуавтомат. Так вот, этот Эл Исса купил такой вот самый полуавтомат, из которого он и убил столько людей. Именно поэтому эта тема оказалась сейчас в центре внимания, и про это говорят. Одним из первых на эту тему отозвался президент США, демократ Джо Байден. Он сказал, что это американская трагедия, безусловно, расследование еще ведется, пытается выяснить, не было ли у этого господина Исса каких-то сообщников, были ли какие-то другие еще мотивы, был ли он связан с организацией ISIS или с другими террористическими группировками, почему он это сделал и так далее. Но Байден, конечно, говорил и про существующую практику свободной продажи автоматического и полуавтоматического оружия. И он сказал, что он приветствует голосование в Палате представителей, где большинство принадлежит демократам, которые уже проголосовали за усиление режима продажи огнестрельного оружия в Америке. Тут же его выступление и решение Палаты представителей, заявление видных демократов, прокомментировали и политики республиканцы. Наиболее таким ярким выступлением было выступление сенатора США от штата Луизиана. Его зовут Джон Кеннеди, он не родственник убитого президента Джона Кеннеди, но просто однофамилия Джон Кеннеди из Луизианы, он республиканец. Он заявил, что у него вызывает просто насмешку реакция демократов на эту трагедию. Он сказал, что каждый раз, когда какая-то стрельба, у нас хотят забрать право пользоваться огнестрельным оружием, и демократы хотят отменить вторую поправку Конституции. Он также добавил в телеинтервью, что по его мнению, если сейчас заниматься ограничениями в продаже огнестрельного оружия, то по мнению сенатора Джона Кеннеди из Луизианы, нужно посмотреть и запретить продажу алкоголя в США, снова ввести сухой закон. Это он, конечно, так пошутил. Он сказал, что сколько у нас водителей за рулем, будучи в нетрезвом состоянии, убивает людей. Вот выпьют, сядут за руль и врезаются в кого-то и убивают, люди погибают на дорогах, американских дорогах. Так давайте теперь запретим продажу алкоголя, он сказал в США, как бы сравнивая призывы демократов ограничить продажу огнестрельного оружия. Примерно в похожем же духе высказался и сенатор США, республиканец Тед Круз из штата Техас, бывший кандидат в президенты США. И будущее, наверное, все считают, что он будет выдвигаться в 2024 году снова в президенты Америки от республиканской партии. Тед Круз выразил колоссальное возмущение призывами политиков-демократов ввести какие-то новые законы и ограничения на продажу, в частности, автоматического и полуавтоматического оружия. Он заявил старинную фразу, которую часто используют консервативные политики, критикуя любые попытки демократов ввести какие бы то ни было ограничения на продажу оружия. Он сказал, что стреляют не автоматы и не пистолеты, стреляют люди. И он сказал, что нам нужно заниматься усилением национальной безопасности, охраной границ, отслеживанием людей, подозревающихся в террористической деятельности, лечением психических заболеваний, усилением правоохранительных органов, увеличением числа полицейских, усилением, жестким усилением законов о борьбе с теми наказаниях тех, кто стреляет и убивает. Вот такие меры, сказал Тед Круз, действительно будут иметь эффект. А никакое бы то ни было ограничение в продаже огнестрельного оружия. Он сказал, что любые попытки демократов ограничить продажу огнестрельного оружия в Америке абсурдны и приведут к еще большему количеству жертв. Он сказал, что если бы этот преступник стрелял бы не в супермаркете Булдер, Колорадо, а где-нибудь в Техасе, где гораздо более свободно люди могут ходить с огнестрельным оружием, в том числе и с пистолетами, кто-нибудь, говорит, из посетителей этого супермаркета вытащил бы пистолет и тут же убил бы этого преступника, и не погибло бы столько людей. В общем, Тед Круз сказал, что ничего сейчас в вопросах продажи огнестрельного оружия менять не нужно и высмеял усилия политиков-демократов по этому поводу. Я уже сказал в начале передачи, что мы имеем дело с двумя крайними точками зрения и в демократической партии, и в республиканской партии. На мой взгляд, компромисс возможен, и никто не говорит, что нужно отменять вторую поправку Конституции США, которая дает право в Америке приобретать, хранить огнестрельное оружие. Никто ее отменять не собирается, и уже много лет она действует, и несмотря на то, что пытаются все время запугать, что ее отменят, ее никто не отменяет. Но в то же самое время совершенно очевидно, что продавать везде и всюду, кому угодно огнестрельное оружие тоже нельзя, потому что это может привести к очень плачевным последствиям. Ну вот я уже говорил про эти самые оружейные шоу. Ну разве нормальная ситуация, что то, что запрещено продавать в магазине, где продаются огнестрельное оружие, можно купить и приобрести на вот этих выездных оружейных шоу. Абсолютно ненормальная ситуация. Вот один из посетителей этого оружейного шоу прицеливается, ему очень нравится вот это вот, то, что он сейчас имеет, что из этого дела можно очень много стрелять и очень получать много удовольствия, если любишь пострелять. Но я не думаю, что вот из того оружия, которое вы только что видели, люди очень любят стрелять в тире, как говорят, да. Я не думаю, что речь идет про тир, и я не думаю, что речь идет про какие-то там спортивные соревнования или даже про охоту, нет. Я думаю, речь идет про совсем другие вещи. И много лет уже в средствах массовой информации Америки говорят про то, что такое вот оружие, в первую очередь автоматическое и полуавтоматическое, должно быть в распоряжении только правоохранительных органов, у полиции или в армии, в американской армии. Вот там объяснимо наличие автоматов, например. Зачем же продавать автоматы или другую аналогичную огнестрельное оружие на выездных оружейных шоу, где требования к проверке покупателей этого оружия намного ниже. И вообще все эти выездные оружейные шоу, на мой взгляд, нужно как минимум периодически проверять, как там продается это оружие и кому. Потому что если там не соблюдаются законы даже штатов, даже либеральнейшие законы штатов, которые существуют сегодня в Техасе, в Вирджинии и в других штатах, то что можно говорить, если можно сегодня в некоторых штатах можно через интернет приобретать патроны, приобретать оружие через интернет, какая уж там проверка может быть. Это вообще должно быть запрещено. Через интернет приобретать огнестрельное оружие не должно быть запрещено, потому что тогда через интернет невозможно определить, кто покупает и как покупает. Невозможно проверить психическое состояние покупателя этого оружия. Невозможно проверить даже, кто это делает, потому что через интернет кто-то может за кого-то что-то ввести, не те данные приобрести. И амуницию любую, любое количество патронов, и любое огнестрельное оружие, продажа огнестрельного оружия и патронов через интернет должна быть запрещена вообще полностью, потому что через интернет ничего, по сути, проверить невозможно. И тогда это будет доступно для любого желающего, как бы там ни говорили. На эту тему очень много говорит сенатор США от штата Западная Вирджиния. Его зовут Джо Манчин. Он консервативный демократ. У него самого есть охотничье ружье. Он неоднократно с ним фотографировался. Он представляет довольно консервативный штат, который голосовал с крупным перевесом в ноябре за Дональда Трампа. И Джо Манчин сегодня является вот таким главным голосом в Сенате США, потому что там демократов 50 и республиканцев 50. И если хотя бы один демократ не поддержит предложение демократической фракции, то будет 49 голосов и только одними демократическими голосами ничего принять будет нельзя. Такая история уже была недавно, когда речь шла о принятии пакета по стимулированию экономики на 1 триллион 900 миллиардов долларов. Именно Джо Манчин потребовал, чтобы в него, в этот пакет по стимулированию экономики, не включали вопросы о минимальной зарплате в Америке, чтобы туда не включали какие-то другие вопросы. И чтобы там не наказывали людей, которые получат дополнительно федеральное пособие по безработице, чтобы с этого пособия не брали федеральные налоги дополнительно. Именно по его инициативе все эти предложения были учтены, потому что иначе его голоса бы демократы не получили. Так вот он говорит, что хотя он считает, что определенные изменения в существующее законодательство сегодня о продаже огнестрельного оружия нужно вносить, но он не согласен с тем вариантом, который был принят в Палате представителей, который, по его мнению, слишком радикальный, слишком много запретов, слишком много ограничений, и, по его мнению, такого закона принимать нельзя. Кроме того, он говорит, что он не будет голосовать за такой закон, который не поддержит ни один политик-республиканец. Именно так произошло с вот этим законом о стимулировании экономики, который предусматривал выплату 1400 долларов большинству взрослых американцев, выделение денег властям муниципалитетов и штатов, пострадавших от коронавирусной эпидемии, а также деньги на вакцинацию и многое другое. Тогда Джо Манчин за это проголосовал, хотя знал, что ни один политик-республиканец, ни в Палате представителей, ни в Сенате США за этот закон не проголосует. А сейчас он поставил, как он говорит, red line, красную черту. Он сказал, что мы не можем принимать никакие реформы правил продажи огнестрельного оружия в Америке без поддержки хотя бы некоторых представителей республиканской партии. Он сказал, нужно так договориться, чтобы хотя бы некоторые конгрессмены-республиканцы и некоторые сенаторы-республиканцы одобрили то, что мы предлагаем. Но произойдет ли это на самом деле, я лично очень сомневаюсь. Я уже сказал, что обе стороны уперлись и не хотят ни шагу назад, ни в вопросе о продаже огнестрельного оружия, ни по многим другим вопросам. Ну вот, например, возьмем, на мой взгляд, необсуждаемый вопрос про автоматическое и полуавтоматическое оружие. Я уже сказал, что если мы говорим про охотников, про спортсменов, то им не нужны автоматы и полуавтоматы. Автоматы и полуавтоматы в первую очередь нужны, я уже сказал, полицейским нужны, безусловно, контртеррористическим подразделениям полиции нужны, в армии можно использовать автоматы, естественно, полуавтоматы. Нет проблемы. Зачем рядовому американцу покупать автомат? Вот вы мне объясните, для чего? Вы скажете, ну вот гангстеры, они легко покупают и приобретают эти автоматы или полуавтоматы на черном рынке. Зачем же запрещать их продажу, когда гангстеры, члены уличных группировок их легко покупают? А я вам отвечу. В истории Америки был период, когда было запрещено полуавтоматическое и автоматическое оружие. И гангстеры тоже имели тогда большую проблему с его приобретением. Но прежде чем я расскажу об этом, я хочу вернуться к теме, аргументам сенаторов и конгрессменов республиканцев. Они говорят, что вторая поправка – это незыблемая поправка Конституции США, разрешающая всем свободолюбивым американцам приобретать огнестрельное оружие. Как же демократы посягают на вот эту святую поправку Конституции? Также республиканцы говорят о том, что в Америке очень много охотников. Как же запретить продажу, они говорят, огнестрельного оружия, когда много желающих поохотится. Вот вы видите на своих экранах, два охотника идут после удачной охоты, после отстрела уток или другой живности. Вот они идут с охотничьей собакой. И они говорят, почему же мы не можем приобретать обычные винтовки в магазине, если нам это поможет на охоте. Или спортсмены, все знают, есть там биатлон, есть триатлон, есть целые Олимпийские игры, где есть стрелки, которые соревнуются, международные соревнования, стреляют. Почему же нужно запрещать, говорят политики-республиканцы, запрещать продажу огнестрельного оружия в Америке, когда оно используется и охотниками, и стрелками, и люди в тире стреляют из своих пистолетов. Зачем же нужно что-то запрещать? Именно ту же самую точку зрения поддерживает и очень влиятельно лобби. Это лобби называется Национальная ассоциация производителей стрелкового оружия. National Rifle Association, сокращенно NRA. Они говорят, представители этой ассоциации и членами этой организации является огромное количество владельцев огнестрельного оружия Америки. Они говорят о том, что демократы хотят отменить вторую поправку Конституции. Но на все это есть контраргументы, я уже вам сказал. С 1994 по 2004 год, 10 лет в Америке, был запрет на продажу автоматического и полуавтоматического оружия. Инициатором этого законопроекта в свое время выступил президент США Билл Клинтон, и тогда конгрессмен был Чарльз Шумер из Бруклина, тогда он был конгрессмен США. И приняли этот закон. Некоторые республиканцы тогда, кстати, поддержали эту инициативу. Она не была принята только демократами. И 10 лет в Америке до 2004 года существовал запрет на продажу автоматов и полуавтоматов. И я вам хочу сказать, что с 1994 по 2004 год преступность в Америке неуклонно снижалась. То есть перестрелок уличных и гангстерских группировок стало меньше, а не больше. Не только из-за этого. Там было очень много факторов. При Клинтоне, например, увеличили число полицейских в Америке на 100 тысяч человек. Сделали реформу Велфера. Был экономический бум, ну и так далее. Все это вместе взятое, конечно, привело к снижению преступности по всей стране. Так что не только из-за того, что запретили автоматы и полуавтоматы. Но я к тому рассказываю, что запрет на продажу автоматов и полуавтоматов не подорвал устоев Америки, не подорвал Американской Конституции. Никто не отменил вторую поправку. Никто не навредил охотникам. Никто не навредил стрелкам, спортсменам. И по-прежнему в тирах стреляли. И по-прежнему пистолеты можно было приобретать. И так далее, и так далее. То есть, как бы здравый смысл, на мой взгляд, говорит о том, что если мы говорим про продажу автоматического оружия, то тут нужно очень хорошо подумать. Не стоит ли его, ну если не запретить полностью, то хотя бы как-то ограничить, кому и как его продавать. Сколько патронов сразу продавать. Тем более, я уже рассказывал, чтобы через интернет не продавали все эти патроны и автоматы. И еще один вопрос, по которому у двух партий нету разногласий. Подавляющее большинство республиканцев и подавляющее большинство демократов Америки согласны, что все, кто приобретает любое огнестрельное оружие, должны иметь как минимум две проверки. Одну на криминальное прошлое, чтобы люди не были преступниками. И вторую на психическое здоровье, чтобы оружие не попадало в руки психически больных людей. На мой взгляд, это абсолютно здравый смысл. Как мы говорим, common sense. И большинство республиканцев и демократов в Америке с этим согласны. Но как только доходит до голосования, по-английски это называется universal background checks. То есть, чтобы проверяли всех, кто приобретает любое огнестрельное оружие. Чтобы у них не было криминального прошлого, чтобы они не были связаны с преступными группировками и так далее. И второе, чтобы они были психически нормальными людьми. Вы скажете, но все равно можно найти лазейку. Кто-то другой может купить, а у него могут отобрать. И так далее, и так далее. Лазейку можно найти всегда. Но не должно вызывать сомнение, что если человек страдает психическими болезнями, или если человек имеет криминальное прошлое, что ему нельзя продавать автомат. Я думаю, с этим согласятся и демократы, и республиканцы. Возвращаясь к городу Булдер, Колорадо. История, которая там произошла, очень трагическая и с политической точки зрения. Всего лишь за 4 дня до бойни в этом супермаркете, в этом городе, штатный судья, Верховный суд штата Колорадо отменил решение горсовета города Булдер, запретившего продажу в городской черте автоматов и полуавтоматов. Иными словами, если бы решение городских властей, власти штата не отменили бы, а отменил суд на основании того, что городские власти не имеют права принимать законов, касающихся продажи оружия огнестрельного. Так вот, если бы Верховный суд штата Колорадо не отменил бы этого решения городских властей города Булдер, Колорадо, то этот Эл Исса не смог бы купить этого полуавтомата в этом городе свободно и не смог бы устроить эту стрельбу. Может быть, он поехал бы в Вирджинию или в Техас или еще куда-нибудь и там бы купил бы. Возможно. Но в своем городе он бы это купить не смог. Уже какая-то проблема и какое-то препятствие у него нарисовалось бы. Мы подведем итоги. Все-таки здравый смысл должен победить. И какие-то изменения должны быть внесены в этом вопросе. И люди с психическими заболеваниями, и люди с криминальным прошлым не должны приобретать огнестрельного оружия. И, на мой взгляд, автоматическое и полуавтоматическое оружие в Америке свободно продаваться тоже не должно. Только оно должно быть у правоохранительных органов и у американской армии. Иначе у нас еще будет очень много трагедий, где мы будем видеть вот эти вот ленточки, что crime scene, то есть место трагедии, место преступления. Хочется надеяться, что все же и демократы, и республиканцы в Конгрессе, несмотря на все разногласия, может, с помощью вот этого сенатора Джо Манчина как-то договорятся и примут какой-то компромиссный вариант, который, по крайней мере, сократит количество нелегального автоматического оружия, которое попадает в руки безумцев, преступников, террористов и гангстерских группировок. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, счастья и благополучия. С вами был Арий Каган, и всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok